Максим Курников и вместе со мной в студии главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Добрый вечер. Давайте начнем, конечно, с того, что происходит в Азовском море, или даже точнее сказать, что произошло в Азовском море. Алексей Вендиптов в своем телеграм-канале сказал, что есть два бенефициария. Это главнокомандующие Украины и Российской Федерации. Вы согласны с такой оценкой? Почему? Нет, не совсем. Почему? Не совсем, потому что я не понимаю, почему там. Главнокомандующие – это инструментарий решения каких-то проблем. Поэтому мне кажется, что то, что произошло в Азовском море, может изменить политическую повестку в обеих странах. Как в Украине, так и в Российской Федерации. Банальный набор аргументов, которые, вероятно, за эти сутки все высказали. Политическое положение у Порошенко не такое крепкое. Якобы по соцопросам он проигрывает любому кандидату и даже не выходит во второй раунд выборов. Введение такого военного положения с переносом выборов может быть темой, в которую он главный бенефициар. Я только отмечу, что он сейчас внес действительно в Раду на утверждение этот вопрос. Но уже появилось сообщение, что они 60, а 30. Почему это произошло? Хотелось бы не мешать потом продлить? Нет, нет, я имею в виду другое. Тут же тоже ситуация. Ведь весь день все смотрели за реакцией на Западе. Например, у меня все было включено. Там, что может быть связано с Америкой, с Европой. Все экраны горели. И Фокс, и СНН. И какие реакции вы уловили? Реакции уловили следующее. Что президент Трамп очень язвительно написал твит в адрес европейских. Типа, ну и что, ребята, вы как бы думаете увеличивать взносы в НАТО или нет? Тем самым показал, что, ребята, вы хотели там какую-то армию. Хотите кого-то в Европе защищать. А без нас вы совершеннейшие импотенты. Вы ничего не можете сделать. Это первое. И, судя по всему, американцы не подкидываются. Еще многие эксперты, которые обсуждают это американские, имею в виду, они говорят, что вполне возможно эти события могут повлиять на отмену встречи Трампа и Путина на полях саммита Большой Двадцатки в Аргентине. Но при этом все опять отмечают, что Трамп не проявил у его команды ни одного признака. Что они отреагируют так нервно и бурно, чтобы отменить. Европейцы тоже, мы видим, что ФРГ не сделал никакого заявления. Маггерини сделал весьма взвешенное и сбалансированное заявление. То есть, вполне возможно, пережив сегодня в дневное время политическую активность, увидели, что как с цепи ни европейцы, ни американцы не сорвались и не начали инициировать новые санкции против России. А Трамп не сказал, что он отменяет встречу с Путиным. И тогда он начинает немножко отыгрывать назад, я имею в виду, Порошенко. Говорит, ну давайте 30 дней, чтобы мы там чем-то разобрались. Поэтому ситуация не так однозначна, если говорить о сценарии. Что он реализуется не так гладко, как хотелось бы. У нас, я слышал, эксперты из Atlantic Council, Правда, российского происхождения говорили о том, что рейтинг Путина, который падал в последнее время, достаточно заметно, после начала пенсионной реформы, вполне возможно, тоже нуждается в некой инъекции, некого допинга. И такое обострение ситуации, по очевидным несправедливым основаниям, оно тоже может быть выгодно. Это к вопросу о том, кто бенефицар, оно может быть выгодно Путину, поскольку мы видим, что консолидация вокруг социально-экономической проблематики в российском обществе не происходит, более того, она падает. Более того, в последние недели, месяцы мы видим, как куда-то, совершенно непонятно, как испаряется магическая сила путинского благословения, назначая тебя исполнять обязанностные губернаторы. И раньше это автоматически означало, что ты будешь избран. А сейчас мы смотрим, назначаю тебя, а не получается. Надо что-то делать. Поэтому, скорее всего, эта тенденция продлится, и следующие выборы в сентябре будут страшно боевыми, потому что эта тенденция будет усиливаться, и возрастет конкуренция. Не случайно многие политические партии и отдельные деятели начали предвыборную кампанию сентября 2019 года сейчас. Уже пользуются любым информационным поводом, чтобы воткнуться, обозначить себя, заявить свою позицию и так далее. Поэтому российская ситуация тоже держится в голове, и если вот так все дело происходит, то происходит... А если получается, что выгодные темы тем, может ли это, как в футболе называется, быть договорником? Ну, я думаю, что отношения сейчас не позволяют. Столько оскорблений льются друг к другу. Ну, может быть, это какие-то совсем циничные люди, когда там говорят вслух про друга страшно оскорбительные вещи, а сами, на самом деле, там пьют чай с коньяком и договариваются. Нет, я не думаю. Я думаю, что проблема в том, что поиск информационных тем накануне там выборов, скажем, в той же Украине, это очень сложная вещь, которая носит долгоиграющий характер. А здесь вот мы думаем, ну, что мы сделаем? Ну, давай пойдем сюда, давай с кем-нибудь подеремся, давай что-нибудь устроим. А здесь же ведь, я так понимаю, принципиальная проблема состоит в следующем. Вот то, что случилось. В территориальных вводах России или не в территориальных вводах России были перехвачены украинские суда. Военные суда. Военные суда, да. А если считать, что Крым наша территория, то, предположим, они были в наших территориальных вводах. Но может ли Украина позволить себе признать эту 12-мильную зону территориальными вводами России? Тогда она признает, что это Крым. При этом, если в сентябре их корабли плыли, совершенно спокойно уведомляя наши власти, это в сентябре судно управления Донбасса, буксир «Корец» военно-морских сил Украины, шли в тот же Мариуполь, но официально запросили разрешение. Российская сторона не препятствовала их проходу под Крымским мостом, писал сегодня мой журналист Андрей Рискин. Значит, в сентябре они все понимали и понимали, как организованы правила игры. Сейчас они пошли так, как будто бы не надо. Вот эта ситуация, если она... Как на нее отреагирует Запад? Вот они... Что посоветуют Украине? Все-таки не нарываться, если Россия считает, что это ее территориальные воды, а в любые территориальные воды ты как пересекаешь границу. Ты можешь рассчитывать на любой жесткости ответа, в любой стране ты вон пешком будешь на границе быковать против иммиграционного офицера, там в тех же Соединенных Штатах Америки. Он тебе не простит, да? Тебе не простит. Поэтому я думаю, что вот тут будет сейчас... Мы в ближайшие дни поймем, до какой степени именно этот очаг неопределенности может породить большое количество непредсказуемых поступков с обеих сторон. Кремль назвал этот инцидент провокацией с украинской стороны. Вы в целом согласны с таким определением? Выглядит как провокация, да. Судя по тому, что я сказал, в сентябре шли, всех все уведомили. Сейчас решили никого не уведомлять и шли на пролом, поэтому... Да. Мы сделаем здесь небольшую паузу. Ирчуков отвечает в том числе и на ваши вопросы. Вы согласны с тем, что это можно назвать провокацией? Насколько адекватна была реакция российской стороны, на ваш взгляд? Я не знаю, как. Надо было утопить, что ли? Надо было пропустить. Тут, понимаете, еще раз говорю, из-за того, что вот эта ситуация правовая такая, я не знаю, были ли у наших пограничников ФСБ, соответственно, сценарии, как вести себя в различных случаях. В Кремле сказали, что были. На этот случай был сценарий, и он реализовался. Значит, у них был такой сценарий, и он реализовался. То есть, все как ущерба, я так понимаю, российские власти ни в чем не видят. Пропусти наши власти это шествие этих маленьких джонок. Может быть, они бы создали прецедент. Иначе потом бы сказали, вот видите, вот тогда они проявили твердость. Теперь все идут. Тем более, я так понимаю, что уже какую-то логику видит Лавров, потому что он добавил свои аргументы сегодня, заявив, как вы хотите, чтобы мы относились к прохождению судов, когда высокие официальные лица в Киеве призывают взорвать этот мост. То есть, право на досмотр и на уведомления Лавров сегодня вывел из этих заявлений. Если люди говорят, давайте взорвем мост, ну, давайте заплыл корабль под мост, рванул направленный, и мост подорвали. То есть, в данном случае, я думаю, что российская сторона исходит из всех этих, в совокупности этих фактов. Если говорить о последствиях, политических последствиях этого инцидента, ну, вот смотрите, глава украинской депрессии в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Россия совершила военное нападение на Украину. На ваш взгляд, насколько серьезно будут восприняты такие заявления в Европе? И пока мы видим, что нету никаких таких резких заявлений со стороны европейских лидеров. И я уже сказал, что с моей точки зрения, именно это привело к тому, что начал немножко педалировать назад Порошенко и просит уже не 60 дней, а 30. Сейчас, мне так кажется, будет ключевой вопрос. Стоит ли форсировать прием Украины в НАТО с тем, чтобы обеспечить ее защиту силами НАТО или нет? Потому что, напомню, что российская позиция отталкивалась от статьи, по-моему, 5-й устава НАТО о том, что член НАТО не может до момента вступления иметь территориальный конфликт. Смотрите, Приднестровье блокирует Молдову, Южная Осетия, Абхазия блокируют грузинское вступление, Донбасс, Крым блокируют украинское. Может ли НАТО? Ну, как кажется, с моей точки зрения, нет. Это нарушение таких серьезных, фундаментальных, принципиальных установок, чтобы блок, у которого нету конфликта с какой-то страной, приняв члена, покупал вместе с ним конфликт. В этом смысл. Конфликт должен народиться уже когда-то член, и та сторона, которая хочет конфликтовать с НАТО, должна взвесить, есть ли у нее достаточно потенциал выступать против. Таких стран, поскольку в мире не так много, то вот эта предпосылка является рабочей. А взять к себе страны, у которых есть конфликт с Россией, то ты должен иметь какой-то план действий. А что ты будешь делать? Как ты будешь все-таки настаивать на справедливости территориального? Другое дело, та самая европейская армия. Мы пока не знаем, на каких принципах она будет создаваться. Мы пока не знаем, будет ли она создаваться вообще. Потому что Трамп продолжает настаивать, что вы, ребята, сначала расплатитесь с НАТО, сначала доплатите каждые 2% ВРП, как обещали, а потом уже создавайте, что вы хотите. Поскольку задолженность большая, у всех накопилась кумулятивная за эти годы, то я думаю, расплачиваться с НАТО, именно с американцами, будет еще долго. Кстати, как раз на эту тему был вопрос от одного из наших слушателей, вам сегодня, под тем постом, который мы специально для этого оставляем. Зачем Путину Донбасс? Он, слушатель, не понимал. Получается, что вот и ответ для того, чтобы Украина не стала членом НАТО? Ну, мне кажется, что Путину Крыма хватало уже сделать Донбасс. А сегодня зачем? Донбасс ситуационно. Ну, он так получился. Почему не отыгрывается ситуация назад в обмен на санкции? Почему не отыгрывается ситуация назад в обмен на санкции? Почему не отыгрывается? Потому что никто не хочет, чтобы Донбасс отъехал на тех условиях, на которые в Минске договорились. Все хотят как-то по-другому. Минская договоренность стагнирует. Меркель больше года из-за своих внутриполитических проблем ни черта не занималась этим процессом. Макрон, который заявил себя как француза, лидера внешнеполитических инициатив Европы, был опытный, неопытный. В смысле, был неопытный и нащупывал только, по каким направлениям Франция может лидерство свое проявлять. Запустили этот процесс. Потом, моя все-таки гипотеза, что очень много заинтересантов, чтобы это был тлеющий конфликт. Просто много денег получалось со всех сторон. Много званий, много какой-то суеты вокруг, каких-то решений, нерешений. Но вот я считаю, что исторически Донбасс возник чисто политтехнологически. Взяли Крым и посмотрели на реакцию Запада. И с тем, чтобы торговаться с Западом по поводу Крым, решили заодно прихватить Донбасс. Попугать всех русским миром, с тем, чтобы потом договориться отдать Донбасс Украине, а Запад простит за это Крым. Это будет грамотная операция? Нет, пока нет. Пока мы видим, что у нас не получается. Но с 2014 по 2016 год это была максимально вероятная рабочая версия. Того, как планировалось. Потом, когда видят какие-то затруднения здесь, в 2015 году воскнулись еще в Сирию. Потому что там столько игроков было, чтобы опять сесть за стол переговоров, чтобы опять с тобой считались, чтобы ты договаривался американские военные с русскими военными. И все это пока не срабатывает до конца. Поэтому сейчас как это будет... У меня просто главное пожелание властям отвечать все время, когда они принимают какие-то решения, на такой простой вопрос. Можно ли считать полноценной по качеству в собственную внешнюю политику как реакцию на чьи-то провокации? Потому что вот когда с 1992 года по конец 1999, пока Ельцин был в власти, парламенты Южной Осетии и Абхазии все время принимали постановления с просьбой включить их в состав России. И весьма своеобразный первый президент России Ельцин со всеми его плюсами и минусами. И все наши вот эти Советы национальной безопасности и все головастики, которые принимают решения, говорили, нет, нам это не выгодно. Потому что нарушать территориальную целостность Грузии это имеет со всем миром большие проблемы. В конце самом 1999 года приходит Путин. Совершенно другой, чем Ельцин человек. И до 2008 года Путин. Совершенно другой, подчеркиваю, чем Ельцин. Те же самые заявления принимает. У него совершенно другой Совет национальной безопасности. Они говорят, нет, ни Абхазия, ни Южная Осетия нам в составе России не нужны. Это осложнит нашу жизнь. В том числе и внешнеполитические отношения и возможные осложнения в целом. Потом Саакашвили, если брать упрощенную версию, закусив галстук, устраивает провокацию. Пользуясь открытием Олимпиады в Пекине, пока время сконцентрировано на другом. Одну из версий сейчас. Одну из версий, да. Это международная комиссия. Тут, собственно, у вас на сайте публиковался доклад. Первый огонь открыла грузинская сторона по миссии вот этих наблюдателей, в которых были российские граждане. И у меня там журналистка была от газеты. Я узнал об этом, находясь там в Фельсинке. Мне ночью она звонит, говорит, не могу дозвониться в МИД, нас обстреливают. Я говорю, ну давай, я там буду звонить, как-то сообщить. Мы просто узнали, как оно случилось. Так вот, те же слова используем. Провокация. Саакашвили создает провокацию. В результате мы принимаем решение, которое серьезнейшим образом осложняет нашу международную правовую имусть и так далее. Какие-то серые зоны в виде этих Южной Осетии, Абхазии. Непонятно, как они там развиваются. Непонятно, как мы их финансируем. Скорее всего, очень много. Даже были определенные высокого ранга чиновники, которые отвечали типа за контроль над расходованием наших бюджетных средств. У нас что, своих проблем нет, что ли? Внутри России есть они. Но мы делаем так. Вот меня вот это тогда уже сильно поразило. Провокация человека, который наши власти еще не очень сильно уважают. Они не уважают... Я понимаю, если бы там кто-то там Толеран устроил провокацию, мы попались бы... Мы бы гордились потом. Мы попались на удочку Толерана. А здесь попались на удочку Саакашвили, принимаем какие-то серьезнейшие решения. Вот здесь, сейчас. Вот чтобы Порошенко, который уже Путин сказал, что с ним дело иметь нельзя, он же сделал принципиальнейшее заявление в Сингапуре. Оно было такого же масштаба, с моей точки зрения, по значимости, как заявление, когда Медведев сказал, что с Саакашвили они дело иметь не будут. Вот и передали всему Западу этот месседж с этим человеком. Никаких переговоров не будет. И Запад, кстати, не препятствовал тому, чтобы Саакашвили не стал президентом Грузии. Его потихоньку оттуда убрали. Сейчас абсолютно та же модель. Российский лидер заявляет в Сингапуре, так, чтобы все услышали однозначно, что с теми людьми, которые сейчас в Киеве, вести переговоры нельзя. Тем самым они посылают Вашингтон, Брюссель и Берлин. Четкий месседж. Пока Порошенко у власти, ребята, у нас договоренности не случатся. Теперь Меркель, Макрон, Трамп должны думать, слушай, стоит нам вписываться за Порошенко или нет. Или пусть он сейчас проиграет, и тогда Путин реанимирует свои контакты на высшем уровне, типа с чистого листа, и до чего-то начнут договариваться. А что такое произошло, на Ваш взгляд, в смене парадигмы? Что до 2008 года мы понимали, что есть какие-то грани, которые не стоят переходить, а с 2008 года что изменилось, что мы стали вести себя под рукой? Вот я говорю, попадаться на провокацию не надо. Провокацию устроить попадешь. Сейчас Вы начнете меня провоцировать. Если попадусь на провокацию, то я начну что-нибудь говорить или делать не то, что я думал, для меня очень выгодно. А Вы будете потирать руки и все. А если не попадусь на провокацию, значит, я сохраню свой курс, что мне, в принципе, с Вами нужно вести себя вежливо, корректно, умно, и не метать в Вас чашки с водой. Надеюсь, до этого не дойдет. Не так много времени у нас до перерыва. Я, знаете, что хочу успеть Вас спросить. Вы сказали по поводу месседжей, которые отправляются. Объясните мне, как человек, который как раз понимает, как в том числе и избирательные компании ведутся. Этот месседж, видео тарана изнутри, из нашего пограничного корабля, оно ведь осознанно было, допущена его утечка. Для чего? Что это за месседж? И кому этот месседж? Украинской стороне. Потому что наша сторона в течение месяца, ну, из-за того, что у меня есть независимое военное обозрение, у меня военные ходят в редакцию, они пишут его и делают, и внимательно следят. Я вынужден знать очень много чуши всякой, которую обычно я пропускаю в жизни. А здесь они мне рассказывают реакция, скажем, украинских каких-то генералов на разговоры о том, о том, что нужно делать с их желанием, там, давать на досмотр кораблей под Керченским, запрашивать разрешение или нет. И какие-то генералы якобы говорят слова, похожие на то, что нужно активненько двигаться вперед, русские никогда ничего не сделают, они боятся такой нашей стремительности и воли. И поэтому давайте все это делать, у нас все получится. Вот эта съемка показала, что тот, кто пойдет на пролом, у него может и не получиться. Мы сейчас ненадолго прервемся, после этого продолжим. Продолжаем слушать особое мнение Константина Ремчукова, главного редактора «Независимой газеты». И я вас хочу вернуть из Азовского моря в Москву, тем более, что на эту тему приходили вопросы на сайт. Вы следите за той историей, которая происходит в Кунцево? Ну, я стал следить, потому что приходят вопросы. Я хочу сказать, потому что создалось впечатление, что мы не говорим на эти темы, но, уважаемые слушатели, я никогда не знаю вопросы, которые мне зададут ведущие. Никогда. Вот просто у нас нет такого формата, чтобы мы что-то обговаривали. Поэтому, если вопрос ведущего будет, скажем, про Кунцево, я буду не отвечать. Если он мне будет спрашивать про Трампа, я буду отвечать про Трампа. Это первое. На самом деле пришло много вопросов действительно про Кунцево. Поэтому второе тоже очень существенно. Я посмотрел вопросы в том числе и хочу абсолютно четко определить статус, в котором я отвечаю на эти вопросы. Значит, я был руководителем штаба Собянина после 8 июня, когда он мне предложил, до 9 сентября, когда состоялись выборы. В 0 часов 30 минут я пожал Собянину руку, и мы разошлись, как море кораблей. Перед этим, в июне, после того, как мне он предложил возглавить, я написал письмо в общественную палату и попросил освободить меня от должности председателя общественной палаты, считая, что момент избирательной кампании это конфликт интересов. Поэтому в качестве председателя общественной палаты, вообще как член общественной... Я, к сожалению, с тех пор ни разу не был даже на территории такой. Потому что я считаю, что вот если члены общественной палаты посчитают, что то, что я был руководителем штаба Собянина, не мешает мне работать, в том качестве, как он работал, и я буду работать. Если нет, то я так дорожил площадкой общественной палаты как объективного пространства, где можно самую острую тему обсуждать, что я не хочу портить ее своим видом. Поэтому отвечать на этот вопрос я буду исключительно в качестве. Потому что моя задача была избрать Собянина в максимально приемлемом, техничном и красивом способом. Я считаю, что его результат и характер компании показали, что мы сделали. Теперь... Вы поймите, что для нас это как раз интереснее спрашивать вас, потому что вы, как человек, имевший доступ к этой информации, видели, как принимаются решения этими людьми? В штабе никто таких решений не понимал. Тем не менее, вы имеете больше информации, чем я. Например, человек, который с Собянином не встречался ни разу в жизни. Еще раз говорю, дело не в этом. Вы считаете, мы встречались в штабе с Собянином принимать какие-то решения? Мы решали о компании. Я предложил компанию по районам. Я предложил компанию что делать с лозунгами. Я предложил компанию с точки зрения пиар, как надо делать. Я предложил компанию с кем нужны личные встречи, а с кем нужны доверенные лица. То есть, это был совершенно специфический объем задач, связанный с очень конкретным делом. Встретиться как можно с большим числом людей внизу из самых разных вещей, проговорить их проблемы, что-то сделать. Это первое. А второе, в штабе организовать прием заявок от людей и таким образом организовать работу с их заявками, жалобами, просьбами, чтобы эти письма пошли в соответствующие ведомства мэрии. Принято. Нет, нет. Просто я даже сейчас, вчера кто-то прислал с моей подписью, начали работать. Ну, какой-то мой бывший студент работает, говорит, Константин Иванович, ваша подпись пришла. Вот вы просите разобраться, мы работаем с этим. Гриша Рябов вот он мне прислал. Теперь, по Кунцево. По Кунцево, что надо, вот что мне удалось узнать, когда я видел, какие вопросы. Что надо отличать, потому что очень многие путают, что Кунцево это феномен, связанный с программой реновации, о которой мы бились. Я должен сказать, реновация к этому не имеет никакого отношения. Нужно понимать, что в Москве с 97-го года действует, действовала программа и действует еще программа реконструкции, которую принял Лужков. В чем их основные отличия? Совершенно разный механизм принятия решений. Если реконструкция, это административное решение, которое принималось постановлением правительства Москвы, Лужков принимает решение, правительство заслушивает, утверждает, потом формируются списки домов на каких-то улицах, которые будут реконструироваться. Потом людей, допустим, мы решили, что из этой пятиэтажкой будет снесена. людей переселяют во временное жилье на 2-3 года, сколько длится это. Они живут там, переезжают, живут в ужасных условиях, сносятся, очень много фотографий как пятиэтажки сносят, увозят, начинают что-то строить, потом этих людей куда-то переселяют. Реновация, как она задумывалась, люди определились, чьи дома хотят, было бы приведено голосование масштабнейшее. Те дома, в которых 30% плюс 1, то есть меньшинство плюс 1, сказали, мы не хотим участвовать в реновации, они навсегда выпали из этой программы, в нее нельзя воткнуться. Кстати, самое большое число обращений ко мне, как руководил штаба Собянина в ходе компании, было просьба людей с письмами коллективной, с просьбой включить их в программу реновации. Они одумались, прошел год, они поняли, что они будут, как у тут Винокурова была такая активистка, не хотела свой дом. Вот они хотят свой дом и пусть они там живут. Но много было в тот момент, я помню, атак насчет того, что это права собственности, это все вранье. Вот прошел год после тех голосований, разве у кого-то право собственности отняли? Нет. Предположим, дом попадет по программе реновации через 10 лет. До этого времени он может делать все, что угодно, а в момент, когда ему построят дом рядом с его домом новый, будет гражданско-правовой договор Мены. Ты меняешь. Теперь, никакого голосования не было. Никакого голосования, потому что это совершенно другая программа. И она выполнена достаточно сильно, там сколько-то десятков домов оставалось, и вот это ведется. Значит, с 2003 года в рамках этой программы реконструкция, это не реновация, был там ГАЛС-девелопмент, владелец этого как бы объекта. Потом он продал это свое право, и единственным владельцем как бы стала компания ПИК. То, что мне удалось узнать сейчас, значит, эти дома, которые квартал 47-48 так называемый, рядом с ними будет строиться вот этот дом. Высокий, да. Высокий, 26 этажей. Чуть поодаль строится уже другой дом. Вот этот, который другой дом чуть поодаль будет построен в сентябре следующего года 2019-го. По плану, потому что мы знаем, что? А тот будет с 22-м. Так вот, эти вот жители, подавляющее большинство этих жителей, хотят уехать из своих домов до того, как начнет строиться вот рядом с ними вот эта башня. И они хотят, чтобы их как можно быстрее завершили, тот дом, который в сентябре 2019-го, чтобы их туда переселить. Вот это принципиальная вещь. Дальше. Все, кто говорят, что это бенефицарами являются там застройщики и все, 100% квартир и в этом доме, который уже строится, и тот дом, который будет построен к 22-му году, все они принадлежат Москве, квартира, это не рыночная, там на этом никто, условно говоря, это фонд, квартир, куда будут переселяться москвичи из тех домов, которые будут сноситься или что-то с ними будет происходить в рамках этой программы. Поэтому в данном случае что еще мне удалось узнать как бы за кадрами, говоря уже, что скорее всего такая политическая активность вокруг этого объекта вызвана тем, что у господина Гордеева, это владельца ПИК, какие-то проблемы с конкурентами. Конкуренты поняли, что его надо тут сейчас поднажать на него, говорят, что он уже в пятницу продал якобы торговый комплекс Ривьера за 20 миллиардов. В общем, какие-то у него есть финансовые вещи, которые требуют каких-то действий, вполне возможно, которые не были сильно в плане. И якобы вот эти его противники по девелоперскому бизнесу зарядили много активистов, включая политиков. что те люди, которые выходят и протестуют против этого, они... Подавляющее большинство не имеет отношения к жизни именно в этих домах. Вот это я не подозреваю, а я так понимаю, что у меня достаточно точная информация. Там есть активисты из предыдущего проекта, там на улице Павлова были, там есть политические активисты, которые понимают, что избирательную кампанию, кстати, о которой мы говорили, уже пора начинать и нужно светиться. Там есть деньги определенные, анализ пиар-материалов, в том числе в социальных медиа показывает, Поэтому там решили воспользоваться такой ситуацией. Но прошли собрания, ПИК, жители, медиа всех пригласили. Это в четверг, 22 ноября. И большинство жителей поддержали этот проект. Единственное, еще раз говорю, там разночение в чем? Им говорят, вы поживете, дом построят, и по плану вы после этого переедете. А они говорят, ты что, мы будем переживать кошмар строительства. Это серьезная проблема. У меня, кстати, во дворе дома была штаб-квартира Яблоко, ее продали каким-то недобросовестным бизнесменам. Те разрушили вполне хорошее здание из красного кирпича. И сейчас вот это груда, потом они обанкротились. Это груда, но все в ужасе в доме были. Вот ты живешь, а тебе будут строить 26-этажное какое-то здание. Это и есть такая тема. Но сейчас, я так понимаю, что здесь будет потихоньку будет затихать этот конфликт. Именно потому, что люди не кровно, они не там живут, а они как бы абстрактно за идеей выступают, что не надо никаких таких. Осталось у нас не так много времени до того, как вы бы рекомендуете книгу, которая уже лежит у вас на столе. Я все-таки хочу вас спросить за тем, как ситуация в Приморье с выборами развивается. Опять же, учитывая, что у вас опыт есть руководство штабом избирательным. На ваш взгляд, то, что не зарегистрирован кандидат, который, по сути, по некоторым данным, победил тогда во втором туре. Это ошибка технологическая и она подорвет доверие к выборам или нет? Про доверие не знаю. Я считаю, что это безобразие. Это тотальная дискретация самого института муниципального фильтра. Если человек почти выиграл выборы в первом туре, потом в результате каких-то решений совсем нелинейных и совсем нетипичных в одном случае отменили вообще, в другом случае что-то еще могли сделать, его не допускают, то утрачивается весь смысл. То есть, муниципальные депутаты несколько сот человек обладают как бы легитимностью решать, за кого голосовать, за кого нет, чем сотни тысяч, которые уже за него проголосовали. Вот это пренебрежение к голосам сотен, тысяч, именно в таком коротком временном отрезке показывает надуманность вот этого института под названием муниципальный фильтр. Поэтому есть инициатива его не убрать, но смягчить. Вам как кажется, это что-то изменит? Улучшит? Я не знаю, мне по-моему надо убирать, нужно доверять людям. Муниципальный фильтр это недоверие людям в их неспособности разобраться. Вот есть как бы какие-то головастики умные, которые более умные, чем люди. основная масса. Они неразумно изберут не то бандита, не то хулигана, не то еще кого-то. Я бы так к людям не относился. Ну, а теперь давайте перейдем к книге, которая у вас лежит. Очень коротко. Хорошую книгу купил на английском языке. Смарта, Нью-Йорк-сити. Более умный город Нью-Йорк. Интересно, методологически рассказывают, как Нью-Йорк, но мне, поскольку я в Москву погрузился, интересно подходы к этому. Они именно утверждают, что не смарт, не умный город, потому что смарт как бы некая конечность. Если он и так умный, эта функция, что еще туда вкладывать, какие инновации. А город должен быть чуть умнее все время. Он должен быть умнее в образовании, умнее в здравоохранении, умнее в организации досуга, умнее в организации транспорта. И очень много конкретных примеров, как корректировались показатели. Например, у нас средняя скорость движения на 16 км выросла, в Москве как показатель улучшения трафика. А здесь количество остановок по ходу движения. И так что установлены датчики, которые показывают, где человек по ходу движения останавливается, чтобы разгрести вот эти точки. То есть, это уже вторая стадия улучшения жизни в крупном метрополитенском городе. Это был Константин Рюбчаков. Спасибо.